Аллоха, друзьяшки, с вами Валя. Валюха! В этой части будут показаны те лайки, которые я сделала, но процессов создания я на них не сняла, потому что они делали в штатном режиме очень быстро. Просто расскажу вам вкратце, сниму очень подробно, что как делалось, что как прошивалось. Ну, вы так в курсе, господи, те, кто давно смотрит, вы так в курсе, как это всё создаётся. Если что-то очень сильно понравилось, вы можете мне всегда написать. Ссылка в описании, все мои ресурсы, мессенджеры, даже в комментариях можете написать, я всё равно отвечаю. Если что-то понравилось, можете заказать себе, я сделаю вам копию, или если это есть в наличии, отдам вам фигурку, которую вы видите. Но, скорее всего, сделаю копию, потому что они у меня долго не задерживаются. Но только есть парочку фигурок, там штук шесть, которых я сделала, они уже год стоят, наверное, или два. Ну, я, честно, не комплексую по этому поводу. Я, наоборот, люблю на них смотреть каждый день, поэтому они точно найдут свой дом. Смотрим. И первая на очереди малыш Вериан, которого я сделала несколько лет назад, поэтому он такой страшненький. А это ибуки из Данганромпы. Очень милая девочка, только сделана неряшливо, точно так же, как и Вериан, несколько лет назад. Как видите, волосы у неё торчат вообще в разные стороны, и она вся в пятнах. Ну, вот раньше у меня был такой уровень, не только сейчас я могу подметить все эти моменты. Но, однако, она не безнадёжна. В ней есть интересные детали, а именно эти ручки сделаны достаточно неплохо. И лицо, глазки прорисованы тоже хорошо, и одежда слеплена весьма опрятно. Ну, а в целом её бы причесать, и вообще было бы неплохо. Ну, а здесь представлен мой малыш Танджиро, который до сих пор у меня живёт. Почему-то никто так и не хочет забрать его себе. Я сделала для него катану из дерева, сделала серёжки из пластика, которые, правда, прикреплены к его ушам, как настоящие серёжки. Одежда сделана из бархатного пластика, волосы — это козья шерсть. Всё достаточно аккуратно уложено, и вы видите, что этот оак гораздо выше по качеству, чем предыдущий, потому что сделала я его спустя год или два, в отличие от тех первых. Ну, вот такой вот миленький мальчик. Он, кстати, доступен, можете его заказать в Инстаграме или во Вконтакте. А это Нэдзуко, его младшая сестра из этого же аниме «Клинок рассекающих демонов». У неё есть кляп, который прикрепляется к её мордочке, и все соответствующие аксессуары её образу. Вот такая просто милая зайка. Госпожа Эмилия. Эту пони я сделала ещё в 2018 году, но мне очень нравятся её узорчики, поэтому решила вставить её в этот список. Гучч Арла. Очень стрёмная пони, но в детстве мне казалось, что она просто ображабельна. Сделана по образу костюма Гуччи. Очень некачественная, но задумка классная. Думаю, когда-нибудь в жизни я, может быть, даже её повторю, потому что выглядит она и вправду очень забавно и интересно, особенно с этими Гуччи тапками. Красавица Джинкс сделана по своему образу из сериала Аркейн со злыми глазами, потому что так захотел заказчик. Но я сделала ещё вторую, а там у неё глазки добрые. Итак, костюм полностью повторяет её образ из сериала. Здесь и очень интересные штанишки в полосочку, и подтяжки, и пистолет, и татуировочка, и топик с такой штучкой на груди, и перчатки, и тату особенно прикольные. А это малыш Ди из сериала Метал Фэмили. Обожаю этого персонажа. Он такой весь, ааа, блин, я такой отдохлый. В общем, очень крутой чувак. Я уже сделала его маму Викторию. На канале есть обзорчик. Ну привет, я Ди. И это добрая Джинкс, то есть идентичная абсолютно поняшка, только глазки гораздо получились красивее, как мне кажется. Вот здесь я сделала акцент на её пушку, потому что она получилась просто офигенная. Этот мальчик из сериала Джоджо. Его у меня заказал один паренёк для своей девушки на 8 марта. Блин, он получился таким милым. Единственное, что делать его было очень напряжно, потому что сроки горели. Но я, в принципе, справилась с поставленной задачей. Сделала очень интересный комбинезон. Всё продетализировано, прямо как в оригинале, и получился достаточно яркий, хороший молодец. А этот парень составляет ему компанию, потому что шёл с ним в наборе. Здесь примерно такая же техника, то есть толстыми линиями выделены все черты лица. Здесь также из аксессуаров массивная цепочка. Вот такие яркие пояса. И, конечно же, его фуражка. Делать его было безумно интересно. С изогнутым копытцем он выглядит просто невероятно. И, в принципе, вместе они смотрятся тоже здорово. Только фуражку нельзя снимать, потому что там снялась краска под ней. Вот так вот они выглядят вместе. Блин, это очень аутентичные, необычные работы. Обожаю их. В этой поняшке клиентка хотела воплотить дух яблочной фермы. Достаточно необычное задание, с которым, я думаю, справилась. Я сделала пони максимально нежный, в пастельных тонах. Разбавила это всё ярким шарфиком, который имитирует цвет яблока. Ну и кьюти-марка, соответствующая это яблоко, с древом жизни. И всё это приправлено блёстками для большей выразительности. Ну а это парочка. Из сериала «Эйфория». Это «Ру» и «Джулс». Я их очень люблю, потому что решила впервые в своей жизни сделать пони на прозрачном типе тела с водой внутри. Это было невероятно сложно, потому что нужно было быть очень аккуратной, когда я прошивала им волосы, чтобы волоски не торчали с внутренней стороны голов, потому что они у них просвечиваются. И после прошивки мне пришлось всё осторожненько заклеить и аккуратно обрезать, чтобы пучки были максимально маленькими. Ну и то же самое с хвостом. В принципе, они прекрасно светятся в темноте и переливаются всеми цветами радуги. Господи, какие же они классные! А волосы абсолютно не бросаются в глаза, даже та часть, которая прошита, её всё равно не видно. И мне кажется, получилось даже лучше, чем на заводе. Особенно мне нравится «Ру», потому что она с сафрокудрями выглядит просто шикарно. Джуз получился тоже очень розовый, конфетный, интересный. Мне безумно понравилось их делать. Но они сейчас доступны, можете их заказать себе, если появилось желание. Эта девочка тоже заказик. Она была сделана по эскизу моей клиентки. И там ключевым моментом были цветочки, которые обвивают пони с помощью лозы и стеблей. И то же самое надо было передать в волосах. В принципе, работа интересная, милая, несложная. И я с ней, ну, как видите, справилась. Очень люблю рисовать цветочки. И реснички я решила сделать тоже зелёными, чтобы они особо не выделялись и подходили к волосам. Вот. Эти лианы я постаралась нарисовать максимально аккуратно, чтобы ничего не перекрыть. И, в принципе, пони выглядело красиво. А эта девочка – реплика моих старой работы из сериала «Унесённые звёздами». Этого малыша я сделала последним. Это моя последняя, самая новая работа. Он получился очень интересным. Моя клиентка из Америки, и она попросила вот сделать этого персонажа. Честно, не знаю, как его зовут. Так и не нашла аниме, откуда он. Но для него я решила сделать «Стрелы» и «Колчан» и «Лук». Потому что он там вот этим вот занимается, это его оружие. В принципе, этот плащ, он получился не на всю спину, потому что там он на одно плечо. И я решила вот так красиво его закинуть, чтобы всё выглядело великолепно. Лук я сделала из пластика, и сверху обмотала это всё ниткой и покрыла бархатным пластиком. Ну, и приклеила стрелу, чтобы выглядело всё красиво. Ну, а «Колчан» я сделала из ткани, просто приклеила, а каждую стрелу сделала из зубочисток. И приклеила скотч, как вот эта вот штучка-пимпочка на конце. И моя замечательная последняя работа «Аска Лендли» из аниме «Евангелион». Просто потрясающая девочка. Ну, пока что это мой максимум, как бы вот она очень аккуратно сделана. Всё на высшем абсолютном уровне. Поэтому сейчас лучше работ я не делаю. То есть это мой, как сказать, лимит, или, ну, вот та ниша, до которой я пока могу допрыгнуть. То есть выше нельзя. Но мне кажется, очень аккуратно и красиво. Я надеюсь, что через пару лет я буду смотреть на это и видеть кучу изъянов, но пока я их не вижу. И для меня это, ну, просто фантастика. Так что, ребят, практикуйтесь, и у вас тоже получится приблизиться к совершенству. Я её просто обожаю. Она сейчас доступна в моём магазине. Можете её заказать. Вот такая зайка. Это были все лайки, которые я хотела вам показать. Я безумно счастлива, что у меня есть возможность поделиться с вами своим опытом, своим каким-то профессионализмом. Если есть какие-то пожелания, пожалуйста, пишите. Это продвигает видео в топ, когда вы оставляете комментарий. И я читаю и улучшаюсь тоже. Как человек, мне становится легче. Если какие-то возникли у вас вопросы или вы хотите, чтобы я сделала кого-то в следующий раз, пожалуйста, напишите. Я обязательно подумаю и сделаю. Вот. А также я очень часто обитаю в Инстаграме. Пожалуйста, залетайте туда. И на все остальные площадки, если подпишетесь, будет вообще очень приятно. Потому что мы, авторы из России, не зарабатываем на Ютубе. Нам срезали 80% дохода. Поэтому то, что я выставляюсь на Ютуб, это чисто отдушина, чисто побаловать ваш глаз. Поэтому если вы смотрите меня с VPN, мне безумно приятно. Короче, не буду балаболить. Если вам все нравится, то ок. Не нравится? Ну, до свидания. Давайте уже. Пока. До встречи.